Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами как всегда Скудер и канал Ни Слово Об Играх. Перед вами очередная пройденная мной на золото лицензия. На этот раз это лицензия International B. Таким образом, золотой лицензионный экватор пройден, и впереди осталось всего лишь две лицензии. Правда, это самые сложные лицензии International A и Суперлицензия, но эти битвы нам еще предстоят. А я вам предлагаю прямо сейчас посмотреть уже выигранную битву лицензии International B. Ну что же, незамедлительно стартуем. Впереди нас ждут 10 заданий и призовая тачка. И в первом задании данной лицензии у нас дебют. Впервые в лицензиях Gran Turismo 2 нам встречается раллийная лицензия. Ну и в этой лицензии я пользовался автоматической коробкой передач, потому что сколько я не пытался пройти ее на механике, почему-то у меня не получалось. Видимо, я что-то делал не так. А как только я включил автомат, сразу же дело наладилось, и буквально за несколько попыток я сдал на золото. Я здесь не пытался проходить, скажем так, по раллийному эти повороты. Я больше действовал по-кольцевому. То есть я не дрифтил, слишком сильно не пускал машину в занос, старался пораньше оттормозиться и плавненько пройти последний поворот. Поэтому вы знаете, что раллийный режим я не люблю, поэтому я вот как-то так по-кольцевому больше, можно сказать, проходил данное задание. Ну и повторюсь на автомате. Второе задание у нас опять раллийное. На этот раз у нас машина Lancer Evolution 5 и опять реальная трасса Tahiti Dirt. Ну здесь повороты немножко другие, как мы их называем, тещины языки. Здесь уже пришлось таки машину пускать немножко в занос, но опять же я это делал, ну, слегка, скажем так. Ну и пользовался автоматической коробкой передач, потому что здесь тоже сначала пытался пройти на механике, но у меня не получалось. Как только включил автомат, вот, каким-то макаром сразу лучше стало получаться, поэтому в раллийных лицензиях автомат, ну, на моем примере лучше. Не знаю, как там у вас, напишите, если что. Третье задание, и мы возвращаемся на кольцо. Машина FTO-ха. И здесь у нас S. В принципе, она уже встречалась нам. Игра опять рисует траекторию, несмотря на то, что International B уже лицензия. И здесь я пробовал по-разному. Ну, получается, в середине этой S, где перекладка, такое основное место затычное, я поначалу пробовал там вторую часть S проходить на второй передаче, на максимальных, скажем так, оборотах. Но тогда затык случался на выходе из нее. При переключении, ну, машина все-таки теряет немножко время. Поэтому я стал переключаться вот здесь на середине. На третью, да, получается, проходим вторую часть немножечко в натяг. Может быть, даже скорость чуть-чуть меньше, если бы на второй проходили. Но зато потом сразу машина идет в разгон, как только мы выходим из поворота. И таким образом, ну, быстрее получается. В четвертом задании участок аналогичный третьему, только другая машина. Здесь у нас уже NSX. И здесь будьте внимательны, да, в общем-то, как и в предыдущем задании, я не сказал, на входе вот в S-ку старайтесь, чтобы машину не сносило, не пускайте ее в занос и старайтесь входить по внутренней траектории. Вот. Здесь, так как машина мощнее, здесь уже так не прокатило, как на FTO-хе. И вторую часть S-ки я уже проходил на второй передаче. Ну, у NSX, видимо, сама коробка настроена по-другому. Поэтому всю, собственно, связку проходим на второй передаче. На выходе из второго поворота у нас максимальные обороты. Как раз мы выходим из него, переключаемся на третью и уже разгоняемся на финишную прямую. Проходил, естественно, на механике. Как это, так и прошлое задание. Пятое задание мне очень понравилось. Проходить мы его будем на мустанге SVT Cobra. Но, несмотря на это, я очень много попыток на него потратил и думал, что сдам последним. Но нашлось две лицензии, которые отняли у меня больше времени. В общем, здесь скоростной первый участок. И на нем мы должны резать. Очень сильно резать. Но не старайтесь пройти прям на максимально возможной скорости. Вас не должно вынести слишком широко на выходе из первого поворота. Тогда будет сложно вам во второй ввинчиваться. То есть надо притормаживать чуть больше, чем вам хочется. И тогда вторая часть тоже будет пройдена хорошо. И вот одно из тех двух заданий, которое отняло у меня больше времени, чем пятое задание. Задание номер 6. Это с лалом на Peugeot 106. И это задание, ребята, оно как медитация. В общем, здесь надо поймать свой ритм. Как можно ближе нужно облизывать вот эти покрышки, ворота, да. Как можно ближе к ним проходить. Вот прям максимально, как только вы сможете. Ну и скоростной режим свой подобрать. Вот какой-то оптимальный. И стараться не превышать его. Потому что тогда машина все-таки начинает раскачивать. Вы не будете успевать перекладываться в очередные ворота. А так, в принципе, задание не настолько сложное, как кажется. Седьмое задание тоже очень прикольное. Такое озорное, что ли, на Sky R33. В общем, здесь как раз-таки занос, дрифт вам в помощь. Первую часть вот этой связки прям нужно резать. Нужно проходить в заносе. Даже можно гораздо больше, чем я. Ну, глубже резать. Просто у меня вот в этой попытке так получилось. Значит, первую часть режем на максимальной скорости. Возможно, главное, не улететь потом в траву на перекладке во второй поворот. Вот. Ну, а второй стараемся проходить уже достаточно аккуратненько оттормозившись. Выходим чисто. И ждет нас большой-большой разгон. Не знаю, зачем они так далеко ворота финишные поставили. Задание номер 8. И это опять с лалом. Только более скоростной. На машине S2000. Его я сдал последним, это задание. Но, вы знаете, несмотря на это, оно мне понравилось. Вот это задание более скоростное. Оно мне больше понравилось, чем тот медленный с лалом. Вот. Прикольно, прикольно. Сложности, в принципе, ну, относительно, конечно, были. Но мне понравилось. Опять же, здесь нужно поймать свой ритм. Не терять машину. Слишком сильно ее не раскачивать. Облизывать как можно тщательнее покрышки. Входить вот в эти ворота. Далеко же вас не выносило. Ну и вас ждет успех. Ничего страшного. В этом задании нет. Вы знаете, про девятое задание я даже забыл. На момент озвучания уже этого ролика. Думал, что же за девятое задание там было. Так и не мог вспомнить. На самом деле, задание прикольное. Мазда RX-7, участок трассы Red Rock Valley. Просто оно сдалось настолько быстро, что не отложилось в памяти совсем. По идее, здесь надо на входе вот скоростную S-ку немножечко газ отпускать. Буквально на долю секунды. Чтобы чуть-чуть перегрузить вес машины на переднюю ось. Но здесь я попробовал без этого. И, как ни странно, именно эта попытка получилась золотой. По идее, надо бы там сделать. Ну и не давать вот здесь на выходе из этой скоростной связки слишком широко уходить. Потому что там трава и можно зафейлиться. Потом аккуратненько оттормозиться. Перед последним поворотом он профилированный. Поэтому его можно проходить быстрее, чем кажется. Ну и все нормально будет. Десятое задание. Оно же финальное. Машина Dodge Viper. И отрезок реальной трассы с поворотом штопор. Лагуна Сека. Которая так нравится Казу и Маучи. Ну и здесь приключился небольшой прикол. В общем, оказывается, вот в повороте штопор вторая его часть на спуске, правая, она там полита или, я не знаю, чем-то. Поребрик там какой-то синий. Я думал, это уже как гравий считается. Но нет, игра это считает за поребрик. И поэтому его можно очень достаточно глубоко резать. Я не знал об этом. А может быть, не знал, да еще и забыл. Но, тем не менее, я думал, что за фейлю это задание. Но нет, видите, срезал глубоко. Задание продолжилось. Поэтому удалось сдать на золото. В общем, имейте в виду, что там можно резать достаточно глубоко. Ну что же, вот и сдана лицензия International B на золото. Сейчас мы посмотрим, что нам дали за призовую тачку. Сохраняемся попутно. Выходим из всех этих менюшек. Я не знал, что дадут здесь за машину. Для меня это было загадкой небольшой. А машина у нас оказывается Honda CRX Del Sol LM Edition. Тоже, в принципе, эта машина нам знакома хорошо по первой части Гранд Туризма. И вот нам здесь ее дают в качестве призовой за лицензию золотую International B. Ну что же, давайте прокатимся на ней. И сделаем небольшие выводы. Хорошая машинка. Вот прям хорошая. Легкая, мощная, отлично управляемая. У нее, конечно, есть избыточная поворачиваемость, присущая любой среднемоторной машине. Но если быть к этому готовым, то это становится предсказуемым и контролить ее достаточно легко. Но, как вы видите, я не был немножечко готов к этому. Ну, давно не управлял среднемоторной машиной. И меня в самом начале тут развернуло. Но, тем не менее, я потом вспомнил, что такое среднемоторная машина. Начал ее чуть больше слушать, прислушиваться к ней, контролить. И, в принципе, проблем больше не было. И, поверьте на слово, эту гонку я выиграл. Вот. Но, на самом деле, да, машина хороша. Это мы помним еще и по первой части Гран-Туризма. Повторюсь, что там она, правда, не была призовой за лицензию. Но, тем не менее, мы ее могли выиграть в чемпионатах противостояния стран. Ну, а здесь она у нас дается как призовая за лицензию International B. Тестировал я ее, опять же, в том варианте, в котором ее дают. Ничего не докупал. Да, на нее ничего нельзя купить. Как, в принципе, и на предыдущие все машины, которые нам давали за лицензии. Можно покупать только электронику, либо, ну, покрышки, естественно, менять. В общем, рекомендую всем покататься на этой тачке. Правда, вам сначала придется одолеть лицензию International B на золото. Но тут вам в помощь мое прохождение этой лицензии на золото. Надеюсь, оно вам поможет. Если же говорить о самой лицензии, то я ее сдал достаточно легко. Если честно, да, ждал я большего от нее челленджа. Ну, и, естественно, те пресловутые два задания, это слаломы, шестое задание и восьмое, я думал, что на них застрянул на несколько дней. Но сдал я ее, на самом деле, за два вечера всего. Притом, ну, где-то часа по два, наверное, тратил. Первый вечер, по-моему, я потратил где-то два с половиной часа, может быть, три. Ну, и во второй вечер еще часа полтора. Поэтому легко-легко далась эта лицензия. Первые задания два, вот, которые раллийные, я думал, я их проще сдам, потому что помнил, что раллийные задания сдаются, ну, просто. Это я еще с детства. Дальше пару заданий на FTO и NSX, это ESC, там, да, тоже пришлось мне чуть-чуть посидеть на них. Ну, я там много экспериментировал, но, тем не менее, вызвало, да, у меня некую сложность это. Неожиданно сложным оказалось пятое задание, хотя оно реально клевое, вот, на Мустанге. Ну, и, в принципе, все. Проблем больше особо нигде не возникало. Все задания остальные сдавались достаточно просто. Единственное, где-то я хотел, чувствовал, что есть потенциал еще, и просто пытался перебить свое же золотое время. Ну, вот, собственно, такой для меня оказалась лицензия International B. Жду в комментариях какие-то ваши истории, где, на каких заданиях вам было сложнее всего, ваши слезы по поводу слалома. Потому что, да, в детстве, конечно, для нас это были, ну, такие супер-боссы, конечно, в этой лицензии. С удовольствием почитаю ваши комменты, истории. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. И это была золотая лицензия International B в моем исполнении. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока и удачи. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok